15-летний сын Кадырова Адам получил орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. До этого он получил звание Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией, орден за заслуги перед Уммой первой степени и второе по значению татарский, орден Дуслык. А до этого его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики. А до этого он избил гражданина Журавеля, находящегося под стражей. А до этого Никита Журавель сжег Коран. А потом было все вышеперечисленное. 7 ноября. Отмечая свой день рождения, погиб помощник главкома ВСУ залужного Геннадий Чистяков. Мы услышали звук, очень похожий на взрыв. Считается, что смерть настала в результате неумелого обращения с гранатой. Скорее всего погибший не ожидал, что это действительно боевые гранаты. Исходя из этой логики, надо признать, что в случае с Евгением Пригожиным... Падает. Ты посмотри, падает. ...имело место умелое обращение с гранатой. В телах погибших при авиактострофе обнаружены фрагменты ручных гранат. 8 ноября. Есть, был и всегда останется Ленин. А зря они отменили Красный день календаря. Как по мне, седьмого надо весело отметить годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Слава великому советскому народу! А на следующий день праздновать День граблей под лозунгом «Никогда более». В случае чего и совковая лопата сойдет. 9 ноября. В Панаме 77-летний адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон без колебаний разделался с двумя экоактивистами, не давшими ему проехать. Он их расстрелял. Одного насмерть, второго ранил. В этой истории прекрасно все. С одной стороны, дед адвокат, стоящий на страже закона. С другой стороны, дед американец, где когда-то товарищ Кольт уравнял всех в правах. И, наконец, дело происходит в Панаме, которая, по сути, является американской колонией, а не штузенцы. И, да, разбираться с законом деда-адвоката отправят на родину. 10 ноября. В секторе газа отключилась единственная электростанция. В этой больнице кончилось топливо для генераторов. Операция проходит без электричества. No comment. 11 ноября. Целый министр просвещения отчитался перед самим главой Чечни и лично зачитал работу над ошибками. Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий в 1941-1944 годах народу. Речь идет об исправленном учебнике истории, содержанием которого Рамзан Ахматович остался недоволен. Самое пикантное в этом сюжете то, что товарищ Кравцов позировал на фоне боксерской груши фирмы «Луи Виттон», которая стоит 175 тысяч долларов. 12 ноября. Ну вот, и дождались, узнали, наконец, кто же это подорвал «Северный поток-2». Солидный, вроде «Вашингтон-Пост», накопал, что всю акцию координировал полковник украинских сил специальных операций Роман Червинский. Вот он, оголтелый стрелочник, который не только координировал всю акцию, но и докладывал прям заложному. Ну, товарищи дорогие, как «Вашингтон-Пост» и «Шпигель» могли забыть Петрова нашего и Баширова, и Гиркина в придачу? Хайли лайкли, лайкли хайли. Плыла, качалась лодочка, а я у зереки. Плыла, качалась лодочка, а я у зереки. Мы плыли по течению сторонкою родной, И вместе тесно не было нам лодочке одной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok